друзья здравствуйте диалог прислан нашим подписчикам на почте написала что коллектор вообще борзевший я как всегда когда присылают подписчики я не слушаю целиком сразу я делаю выхватки такие понимаю что диалог нормальный есть некий драйв есть какое-то противостояние просто бубнешь и выкладываю потом слушаю вместе с вами да и при необходимости прям в процессе диалога вставляю комментарии давайте и в этот раз послушаем внимание поехали здравствуйте очень коллект профессиональная служба взыскания группы компании выездной отдел очень коллект группа компании быстрые деньги меня зовут бишенксандр васильевич идет запятано телефонного разговора калина сергеевна алина сергеевна а когда передали сегодня передали факт мошенничества зафиксирован отказ от оплаты а кем зафиксирован факт мошенничества алина сергеевна то что вы обещали оплату и кем зафиксирован факт мошенничества ну вот друзья увидели да обычная стандартная манера давления да сразу попытка человека как говорится поставить в тупик обескуражить зафиксирован факт мошенничества и в то же время четкое парирование скажем так даже не защита резкий переход в нападение от оппонента слушаем дальше интересно по моему полиции судом кем нашими сотрудниками наша компания вас мошенничество подозревает алина сергеевна так это не зафиксирован факт мошенничества это ваше подозрение не более того зачем вы мне говорите о факте мошенничества донской для краснодарский дом краснодарский спасибо дмитрий крич друзья для тех кто не понял вот сейчас то что тут тут он наговорил это их но не то чтобы излюблено но совсем вот тут у поголовых у совсем отбитых есть такая манера театр вот такой устраивает якобы он кому-то там сообщает у них там чуть ли не там оперативный кабинет но они детективов насмотрелись наверно да и вот у них там суета кто-то куда-то готовится выезжать там чуть ли не в бронежилетах вот у него фантазии такие и он думает что в эти фантазии кто-то должен поверить жаль конечно но многие верят на самом деле вот он меня сейчас слушает наверняка с большой долей вероятности этот придурок меня слушает чувак мы знаем как все это устроено ты сидишь у тебя на башке гарнитура вокруг тебя в лучшем случае если ты в офисе работаешь сборище таких же петухов а вообще скорее всего ты дома до дома сидишь удаленный сотрудник а ну ты повелся на объявление типа да хватит сидеть бездельничать давай зарабатывать и ты думаешь что таким образом можно что-то там заработать более того вот эти формулы тебе даже не то что ты сам их придумал тебе твои же его соратники коллеги она подсказывали то что на самом деле работает вот в этом случае чувак мы все понимаем что ты клоун просто обычный клоун и никто тебя не боится давай послушаем тебя дальше алина сергей смотрите как сейчас сделаем через два часа мы к вам подъедем на помощь для разговора для беседы по поводу возврата денежных средств вас так устроит алина сергей адресу место жительства хорошо так и сделаем обратите внимание друзья на его голос такой томный уставший отдел он так вот мне понимаете сам себя нарисовался таком смутными глазами у него сигара в руку во рту он ноги на стол закинул у него такие туфли там с каблуками на башке шляпа надвинутая на глаза но он как минимум в плаще либо какой-нибудь такой футболки он такой брутальный полу небритый чувак и вот он разговаривает ему все надоело он знает он уверен что мы все это сделаем сейчас он столько нажмет кнопку и туда поедет рота подчиненных преданных ему людей ну или его друзей которые для него сделают любую услугу потому что он сам такое чувак он все умеет он все знает он не раз помогал своим друзьям коллегам а еще он боксер ну давайте послушаем его дальше на самом деле очкарик какой-то фонарный такой вообще ни к чему не приспособлены в этой жизни пытается таким образом самоутвердиться ну и конечно же вот эти вот его фантазии слушаем дальше и смеемся что-то не устраивает разговора оплаты нет от вас алина сергей а у меня нет денежных средств чтобы оплатить полностью сумму задолженности ну хорошо сейчас он реклама идет по телевизору альфа банк берется карта на 100 дней зачем вам ждать что у вас процент начислять вы лучше возьмите с нами рассчитать а потом через 100 дней вернете почему не перекрестуетесь алина сергей на других условиях рассчитались наш компания а друзья вот прикол ему даже физиология не позволяет быть таким крутым поперхнулся чувак забу дыхание сперла не смог долго даже вот так вот виртуально оставаться крутым еще раз гриф физиология не позволил потому что на самом деле чувак ты никто и звать тебя никак попей водички давай освежись не волнуйся и продолжать дальше пугать женщину алина сергей почему вы бездействует не перекредитуете обещаете оплату третий месяц идет мое место вы деньги обдаете все но у меня нет денежных средств вы что намерен делать отказываться оплата нет я сейчас фиксирую факт отказа и все руководство передам так у вас же фиксируется разговор правильно я думаю что завтра у вас коллекторы будут да 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 ну то что я говорю да Ева Сергеевна и то что вы там говорите а вы в 20 лет дома сидите третий месяц получается так по факту я понимаю или как объясните мне а почему вы повышаете голос я не повышаю голос а что вы нервничаете что ли а что вы нервничаете что ли так вот и мне интересно с чего вы нервничаете знаете если честно я вот 7 лет ипотеку с женой плачу если у нас не было денег так у меня супруга вечером пошла на вторую то есть работаете подработать если жарить в трампункте ночью на вторую смену и официально еще на одной работе работают так мы вовремя детей кормимся и нам не говорят что к нам коллекторы приедут хорошо но я не собираюсь во вторую смену и мы не звоним на горячую и не жалуемся на сотрудников но вот тут чувак приколотил к себя к позорному столбу слышь ты чепушила у тебя баба твоя на второй работе работает помимо того еще и на первой а ты телефонный попрошайка бабская работа самая настоящая я ничего против женщин не имею но вот это вот именно ее так и назвать надо бабская работа когда ты слышишь мужской голос хочется так сказать иди займись делом найди нормальную работу если ты не смог получить достойного или хотя бы какой-нибудь элементарного образования то ты тогда я не знаю иди башкой ударься об гранитную плиту может что-то там перевернется ты еще это в пример ставишь что твоя жена пашет на двух работах потому что ты дебил не можешь обеспечить оплат по ипотеке на хрена ты вообще тогда на белый свет родился что ты твою жену заставляешь работать на двух работах да именно заставляешь жена должна сидеть дома и заниматься домашними делами а мужик должен обеспечивать семью вот и все и более никак точно доказано вот сам доказал что ты ничего в этой жизни не понимаешь и максимум что ты можешь это глумиться и угрожать женщинам не завидую я твоей жене и ни в коем случае не нарожайте детей от тебя не должно идти никакое потомство запомни это раз и навсегда это паразиты ты сам основной паразит и тот кто от тебя родится тоже имеет большое количество шансов быть тем самым паразитом потому что тебя от тебя никакого нормального воспитания быть не может и ты это сейчас доказал ой ну что хоть и неприятно но придется дослушивать давайте дальше послушаем Алина Сергеевна вот смотрите как Алина Сергеевна вам 20 лет вы взрослый человек согласитесь стыдно третий месяц нам говорить историю что ну у вас нет денег поговорка есть такая под лежачий камень вода не течет пока вы действительно работа действует не будьте деньги они у вас не появятся идите работайте тогда вставайте на биржу по часовой куда-то устраивайтесь работать куда-то не официально устраивайтесь на автомойку на стоянку в кафе в придорожной по часовой идите для заботчиков обслуживаться официантам там хорошие чаевые платят да в крайнем случае вчера мы звонили клиенту 21 год клиент клиент да постригся сдал свои волосы хорошие деньги получил и у вас видим длинные волосы вы можете постричь создать волосы продать свои Алина Сергеевна люди смеетесь что ли волосы подстричь и продать и чтобы вам деньги вернуть Алина Сергеевна это некомфортный способ ну Алина Сергеевна если у вас выхода нет никакого а что мне еще сделать посоветовать может быть давайте сделаем по другому через 2 часа встречайте с приезда домой я фиксирую отказ у вас есть время 2 часа чтобы действительно сходить оформить карту занятия и рассчитаться перекрызитую возьмите в другой компании Алина Сергеевна честно честно ну согласитесь вы просто не хотите деньги отдавать то есть причины я действительно ваши не знаем пока вот как раз подъедем и посмотрим я обращалась уже раз и объясняла ситуацию Алина Сергеевна 2 часа время у вас пошло до свидания друзья вы это слышали вообще я сначала своим ушам не поверил что это было да ему за вот эти только слова надо сначала язык отрезать а потом все остальное то что позволяет ему числиться в рядах мужчин это же вообще это вот ну это я не назову это шедевром но это эпик вообще это ну то самое днище куда может мужик свалиться просто очень хочу услышать комментарии простите прочитать комментарии я разрешаю вам писать все что угодно об этом индивидуальном таком подходе да и блин у меня слов нет друзья я не буду ничего комментировать спасибо автору за стойкость за терпение ну и понятное дело конечно не вздумайте им хотя бы копейку отдавать появится у вас миллионы десятки миллионов не копейки только вот за это они уже получили то есть она те как в уголовном мире должен кто-то кому-то да вот как насколько я знаком ситуации все-таки 90-х годах во владивостоке рос было мне так как раз 20 лет и это все понимаете кто-то кому-то должен и оскорбил человека то получается что просто получил по счетам да получил свой долг возмещения вот они получили вот только благодаря этому сотруднику это капец просто какой-то меня эмоции переполняют ладно друзья мы в таком формате работаем как я говорил в жестком и веселом и нормальном академическом действительно компания алям это штат высококлассных специалистов юридическом с юридическим образованием с богатой юридической практикой мы можем помочь любому человеку находящимся в любом уголке россии решить все свои проблемы в законном формате как мы это сделаем я вас отправлю на наш сайт ссылочка на сайт в описании этого либо любого другого ролика есть посмотрите там выложено видео также кликабельная подсказка в правом верхнем углу сейчас выходит вот она значит проходите на сайт находите там видео прямо на первой странице как устроена работа кредитных юристов компании алям смотрите все и оставляйте заявку на юридическую защиту в форме на сайте мы вам перезвоним в рабочее время по московскому часовому поясу с телефонов которые указаны на сайте в правом верхнем углу забейте эти циферки себе в записную книжку и ждите звонка нашего специалиста не пропустите значит также есть плейлист с обращениями моими к подписчикам гостям канала клиентам отдельными роликами этот лист этот плейлист собран в роликах я отвечаю конкретно на вопросы в расширенном таком формате один ролик один вопрос ну достаточно продолжительно и развернуто ссылочка на плейлист в правом верхнем углу видео трансляции сейчас выходит вот она послушайте посмотрите заодно увидите меня поймете что и как кто я такой ссылочкой значит еще раз хочу обратить внимание тех кто хочет воспользоваться услуги услугами компании алиам если у вас трудно финансовое положение вы не можете исполнять свои кредитные обязательства с банками с микрофинансовыми организациями пройдите на наш сайт и посмотрите видео на сайте вот еще раз для вашего удобства ссылочка точнее подсказка в правом верхнем углу видео трансляции вот она посмотрели после этого оставили заявку обязательно посмотрите чтобы у вас можно меньше вопросов осталось действительно посмотрев это видео вы снимете большую часть вопросов которые на данный момент есть у каждого человека незнакомого с тонкостями юридическими но в свою очередь инструкция это представлено на простом человеческом языке с минимумом юридических терминов но для всех остальных кто уже давным давно успокоился кто понимает что все на самом деле намного проще чем преподносят коллекторы банкиры я призываю поставить лайк если понравился ролик комментарии еще раз повторю пишите репост в соц сетях есть группа в контакте пожалуйста ссылочка на группу в описании ролика там все наши ролики с youtube канала дублируются и ко всему прочему еще и много дополнительной полезной информации в контакте есть не забудьте репост в соц сетях это очень важно я считаю как можно больше количество людей узнать должно всю правду ну на этом я с вами прощаюсь с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания алян всего вам хорошего друзья до до свидания